Здравствуйте! Это рыбалка не для всех. Сейчас я расскажу о том, что может предложить рыболовная база Кокосальма в межсезонье. Обычно межсезонье это с конца октября до 1 января. Самое главное его отличие это что большая вода не покрыта надежным льдом. И поэтому стараются ловить на Ламбинах, заливах Тупозера, ну и на ручьях по открытой воде во время оттепелей. На ручьях, на порогах. На рыболовной базе Кокосальма есть флот, который первый период межсезонья, это когда уже тонкий лед на озерах и на Ламбинах. Заливы еще не покрыты льдом, а большая вода естественно открыта. Это вот на катерах ловить рыбу. Троллинг, харь высокого озер, клюет и кунжи в заброс. Хищники в это время активны, потому что не рестится сик и рябушка. Не обязательно по заливам, по разному. То есть места разные. Бывает его около островов. Если же погода плохая, то рыболовная база Кокосальма предлагает людям поохотиться в окрестностях базы. Ну казалось бы, да, охотиться можно где хочешь, да. Но именно охота неплохая вокруг рыболовной базы Кокосальма. Но она как бы на отшиве и конкуренция маленькая, не особо пуганная личь. Где еще можно в это время остановиться? Это Кейстинга, Совпорог и Пиозерский. То есть если там до охотничьих мест нужно прилично проехать на машине, то охота вокруг базы Кокосальма пешком, ну как бы это плюс. То есть или катер, рыбалка с катера или охота. Но опять же, если гости захотят охотиться подальше, доставим на технике своей. Так, это первый период межсезонья. Он может длиться и очень мало, два дня, например, да. Дальше ударили морозы и уже начинается второй период. Это когда... Так, он может длиться мало, но может длиться и месяц. Вот. Второй период это когда на озерах лед тонкий, но уже держит у берегов. Заливы покрыты тонким льдом, но человек не держит. Топ-озеро, пя-озеро. А большая вода, естественно, открыта. Опять же, катера наши ломают тонкий лед в заливах, выходят на большую воду и ловят рыбу. Рыбу ловить комфортно где-то при температуре до минус пяти. Потому что на большой воде вы это не ощущаете, минус пяти. Только когда к берегу подходите. Ух ты, мороз оказывается. А естественно, большая вода, воздух греет и катер нагревается. Вы считаете, вы чувствуете температуру воды. Это где-то плюс шесть. Плюс шесть в это время обычно. Плюс семь. То есть вполне комфортная рыбалка. Так, ну а если погода такова, что ветер штормит, ловить на катере нельзя? Ну, сильно должно думать. То тогда охота. Охота и рыбалка по берегам. Ламбин. Ну, не надо на середину заходить. Но вся рыба, дело в том, что подо льдом. Под более толстым у берегов. В это время. Это и в средней полосе, ну и в Карелии. Ловить можно прям, живя на базе, прям рядом. В 100 метрах по берегам Коярви. Весьма комфортно. И добычливо, особенно по щуке. Налим чуть позже. Ну и окунь, естественно. Главное, жевца. Щука, главное жевца прям. Жерлицы. Так. Значит, второй период. Опять же, катер. Охота. И уже рыбалка по... Около берегов. Озер и ламбин. До ламбина, естественно, мы можем довести. Или же, если снега мало на... В этих барханах. Если снега достаточно, сантиметров 20, то на снегоходах. В снегоходах. Так. Третий период. Опять же, эти периоды могут длиться от двух дней до, вот, например, подморозил и оттепель. До месяца. Но, как правило, на большой воде до 1 января, а то и дальше, за январские праздники, не ловят. Потому что долго не замерзает большой плёс. Можно, конечно, добраться до заливов по дороге на Карелакшу от Соснова. Или же по дороге от... Забыл, как Хайф. Забыл её название. От Тунгозера, которое идёт. До больной-то. Геморройно. Легче вот до ламбина, лесных добраться. Третий период. Это в заливах уже тонкий лёд. Топ-озеро, эпиозеро. Большая вода в оттепеле не замёрзшая. А в морозы уже по ней гонят шугу. И воблеры за собой не потаскаешь. Ну, в ответ словить можно. Ну, а на озёрах лесных и Каярве уже лёд хороший. Ну, охота тут. Как всегда в этот период добычлива. Птица поднялась, наверное, на деревья. Так, тут если мало снега, то охота, ну, просто пешком или на машине довезём. А вот если уже снега выпало достаточно, а вот как в этом году и много, то мы наминаем тропу здоровья. Она где-то километра три в одну сторону. В одну сторону идёте по одной тропе, а возвращайтесь по другой тропе. Это не туда-обратно, по одной и той же тропе. Которая потом через... Переходит в тропу для охотников, естественно, чтобы не было несчастных случаев. Между тропа дальше проходит где-то километра два, а дальше уже начинается охота. Это там поля, болота. Как бы стрелять у базы не разрешено. Ну, нежелательно. Конечно, если вы уверены, что никого нету, ну, обсуждается. Аншлаги, красные тряпки, это всё на входе, на выходе обсуждается. Так, то есть даже если выпадет много снега, всё равно можно будет ходить пешком. Ну, опять же, вот этим отличаются рыболовные охотничьи базы Кокоса. Если оттепель наступила, то можно опять заловить с катера. Да, бывало, прям вот были морозы 25-25, дня 4, потом морозы до этого 10, после там 10. И вот теперь, ну, спустили катер. Ловили, даже серьёзную рыбу ловили. По размерам. То есть, если мы вытащили катера, это не значит, что мы их потом спустим, нельзя будет ловить. Так. Ну, и самое главное, уже интересно, это вот рыбалка на топ-озере, это гонять Хариуса, гонять, искать его по замёрзшим островам, в заливах топ-озера и пи-озера. Пи-озера больше на лим и сик. Ну, сик крупный. Опять же, накормите будет, не накормите, такое счастье спортивное. Если повезёт, не повезёт. Кормить надо 3 дня. В принципе, можно заранее покормить. Сейчас как-то... Ну, просто рано подниматься, и чтобы ваши лунки не заняли. Тоже техника. Есть и барханы, если лёд не очень. Тоже не проблема, по мелькам передвигаемся от острова к острову на скорости проскакивают. Ну, ещё не проваливались. Потому что лёд хоть и тонкий, но крепкий. То есть, не успеет. Он мнётся, прогинается, но выдерживает. И вы знаете, что под вами 40-60 сантиметров падает. Дальше камни. Так, это третий период. Значит, заливы топ-озера уже. Охота. Опять же, если много снега, мы наминаем трактором тропу. Ну, и полноценная уже рыбалка на ламбинах и кокаярве. На кокаярве уже можно гонять. На лима. И на кормённых луках он и так плюёт. Пробовал, да. На удочку. А так, конечно, на пустовухе нажали. Щука начинает плюать тоже. Хорошо. Потому что, если в начальный период вот вся рыба у берега, да, когда лёд тонкий, потом она равномерно распределяется по акватории озера, когда уже всё, она замёрзла. И живца поймать труднее. Но и щуки приходится двигаться, поэтому она активнее. То есть, если вы живца поймали, то несколько щук там на 15-20 жерлиц вам гарантирует. Каждый день. Так, вроде бы, всё я рассказал про периоды. Теперь о клиентах. Не только моё мнение, вот клиенты для такого формата отдыха. Это плюс-минус, скорее, плюс 50. Не то, что день, деньги. Вот 50 лет есть, 20 нет. Ну, в общем, общество такое, что у тех и у тех могут быть. Скорее всего, нет. Это люди свободные. Их просто жена не будет уже. достаточно таких людей, которые жена не ругают за то, что он поехал на рыбалку, спустил там полтинник. Ой, на эти деньги. Вот в Таиланде то-то-то. И дочке платье. Уже, слава богу, дочка выросла там. Или сын. Ну, то есть, люди относительно свободные в своих, в исполнении своих желаний. Ну, как правило, таким людям, они уже, такого азарта нету. Трудно, ну, собрать подлый человек, 12, там, снять домик, готовить, не только готовить домики-то тогда. Это сначала немножко у него надо убраться, быт обустроить. Ну, как немножко так. Не все идеально в домиках. Ну, просто вот, нет, есть туристы. Туристы живут. Нет туриста. Ну, изба свободная. У них никто-то посерился, но они всегда за собой уберут. Вот. И бывает так, что дрова надо нарубить, новый сранник выкопать, старый сранник. Я же когда-то тоже был молодым, и меня это все устраивает. Ну, и что? Отошел в лес на 300 метров. Зато спокойно все сделано. Аккуратно. Ну, тут еще, как правило, это уже азарта этого нету. Нет, 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 нет такого количества друзей на подъем готовых. Ну, два-три человека такие вот. Такой-то вот так в воздух приезжают. Обычно два. Ну, в принципе, для них формат нормальный. Жилье на двоих там где-то три с половиной. Может быть. Для Таиланда может и дорого. А так, а счет-то для Европы на двоих меньше 50 евро. С кухней. Да, и еще вот у меня нету еды, потому что немножко сложно уж повара совсем из Москвы выписывать. Ну, понятное дело, еще не тот объем у меня желающих и мест. А, во-вторых, просто ну, будут вот такие напряги, что вот местные едят свинину по 160 рублей. А не каждому она нравится. И вот как практика показывает так москвичи многие, что-то дали, что-то и едят. в Москве тоже в каждом. То сегодня такая в магазине, то же самое в магазине. Купил свинину, она уже другая. Все дерьмо продается в Москве, как говорится. А, с регионов люди, ну, вот раз и не едят. А местные, что, если я ел, пускай они едят. Ну, вот эти конфликты. со временем это все исправится и привыкнули. К тому, человек, как готовить. Ну, вот лучше вот этот вариант, что номера с кухнями, апартаменты. в общем, я думаю, сейчас во всем мире руль апартаменты. Вот, если это такая, тем более, если это отдых не, ну, как, не через эти, агентство, самостоятельный, индивидуальный туризм. Купил, приготовил, что-то можно с собой привезти, что-то можно вполне приемлемое заказать раз в месяц, раз в неделю в новых рынок. и колбасу нормальную привозят, сыр и копчетную. Реально она, всем понравилось. С салом можно из Москвы привезти, хорошее, белорусское, потому что здесь оно не упакованное, вакуумно продается, ну, в лохах. Ну, не всегда. Зима это хорошее. Ну, то есть, вариант, чтобы у вас был холодильник заполнен, там, на 4, на 5 дней не проблема. Морозильник есть. Вот, что еще? Ну, вот о клиентах я рассказал. Теперь следующий ролик будет о моих планах как удешевить отдых. Так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok